Издательство Эксмо. Татьяна Стецкая. Детские истерики. Кто виноват и что делать? Введение. Почему-то в нашем обществе плотно закрепились стереотипы, что хороший ребенок – послушный ребенок. Он никогда не плачет, не капризничает, ничего не требует, не перебивает, выполняет все просьбы с первого раза. Для родителей очень удобно. Не нужно краснеть в магазине, когда ребенок закатывает истерику с криками «ну купи, купи», не нужно раздражаться, когда малыш отказывается одеваться на прогулку, не нужно постоянно делать замечания, когда он ведет себя чересчур активно. Но такое удобство противоестественно для нормального детского развития. В погоне за секретным способом послушания родители находятся в постоянном поиске информации. Есть очень хорошая и очень точная английская пословица. «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Нам всем хочется волшебной таблетки или универсального совета по эффективному устранению истерики, но каждый ребенок индивидуален. Когда родитель начинает анализировать и прорабатывать имеющиеся проблемы, меняя свой подход в воспитании, приятным бонусом становится сокращение капризов и истерик или их полное устранение. В большинстве случаев поведение детей можно скорректировать, однако это не всегда простая задача. Трудности, с которыми сталкиваются взрослые, обусловлены либо низкой осведомленностью о нормах психоэмоционального развития детей, либо боязнью неэффективности самой поведенческой коррекции. В этом случае сценарий развивается по следующей схеме. Родитель ощущает беспомощность и подавленность. Ребенок не чувствует границ и должной психологической поддержки. Получается замкнутый круг и непонимание. С целью устранения проблемы родители обращаются за медикаментозным лечением для детей, но, как вы уже успели заметить, не всегда этим можно исправить ситуацию. Именно большое желание и целенаправленный поведенческий подход дадут положительные результаты и позволят избежать многих ошибок. Отдельное внимание в книге уделим внутренним ресурсам родителя и теме эмоционального интеллекта. На мой взгляд, два этих понятия бок о бок взаимодействуют друг с другом и являются своеобразным индикатором детско-родительских отношений. Родитель имеет полное право раздражаться, но от того, насколько эффективно он может справиться с негативными эмоциями и как правильно сможет реагировать на детскую истерику, зависит будущее семейных взаимоотношений. Сейчас довольно много информации, зачастую она носит противоречивый характер, добавляя сомнения и переживания. Цель этой книги – не навязывание идеальности в родительстве. Реальная цель – осмысление вашей роли в жизни ребенка, знакомство с истинными причинами детского поведения и возможность избежать многих поведенческих проблем. Я постаралась систематизировать информацию по удобным блокам, а также на примере жизненно важных историй осветить темы и возможные варианты решения проблем. Здесь собрана не только теоретическая информация, но и практические рекомендации, которые позволят начать работу уже во время прослушивания. Резюмирую. Эта книга будет интересна для тех родителей, кто хочет разобраться в природе детских истерик, готов к изменениям и работе над собой. Спасибо за субтитры Алексею Д